Власти продолжают активную работу по подготовке Одинцовского района к осенне-зимнему периоду. На прошлой неделе завершающее заседание по этой теме провела заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова. Теперь итоги уже проделанной работы озвучили и районные чиновники. В целом можно констатировать, что работа по выполнению планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015-2016 годов В настоящее время завершаются мероприятия по заполнению наружных тепловых сетей и внутренней системы отопления жилищно-коммунального химической очищения водой. Теплажающие предприятия приступили к проведению пробных топов. По ряду объектов ЖКХ работа все еще продолжается. Это связано в первую очередь с теми военными городками, которые на баланс района передало Министерство обороны. По ряду объектов, таких как котельня, заканчиваются ремонты. Ремонт – это в основном объекты, которые передавало Министерство обороны в конце лета. И технологические мероприятия в этой связи несколько дольше проводятся. Отдельным вопросом стало внедрение программы «Безопасный город». Это комплекс мер с применением видеоаналитических решений, который призван быстро определить и оперативно отреагировать на нештатные ситуации, а также вовремя принять меры по устранению их последствий. Создатели программы рассказали Одинцовским властям об опыте внедрения системы в Нижнем Тагиле. Те сценарии реагирования, которые были разработаны уже в программе, непосредственно их более 500 различных событий, то есть классификатор содержит более 500, то есть охватывает практически все области сферы деятельности. Кроме того, в программу планируют занести все организации, работающие в районе. Оператор будет иметь возможность получить подробную информацию по каждой из них. Внедрение подобной схемы предполагает объемную подготовительную работу. Ее обсуждение в районе уже ведется.